В Томской области продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Оно стартовало 15 марта, и за последние 10 дней свой выбор сделали уже более 60 тысяч жителей региона. В Колпашевском районе участие во всероссийском голосовании приняли почти 3300 человек. В нашем районе на 2024 год запланировано обустройство трёх территорий. Одной из них является сквер-памятник ВНГСС у памятника воинам Великой Отечественной войны. Ранее работы на территории уже проводились, в этом году планируется их завершить. Эта информация была озвучена на заседании общественной муниципальной комиссии в администрации Колпашевского городского поселения. Там будут проводиться работы по устройству пешеходных маршрутов с мощением тротуарной плитки, устройству малых архитектурных форм и озеленения, посадка деревьев, газонной травы, и грунт. Эту работу будет выполнять местный подрядчик ООО «СтройСИП». В микрорайоне Матьянга появится сквер с детской площадкой под названием «Маяк». Она расположится на территории между 4-й школой и амбулаторией. В этом году предусмотрен первый этап работ по обустройству. Конкурсные процедуры выиграла томская фирма «Автодор». Андрей Чуков рассказал членам муниципальной комиссии о перечне работ на объекте. Коронирование и удаление, корчевка, расчистка полости от кустарников и деревьев, планировка территории и устройство водоотведения. Третьим объектом благоустройства по формированию комфортной городской среды является стадион городского молодежного центра. На нем будут продолжены работы. Контракт на их выполнение выиграла хабаровская фирма «Комфорт». Их основной объем работ в этом году будет по устройству бесшовного резинового покрытия, так называемые бетонные работы вдоль футбольного поля. И вторым блоком у них работ идет – это устройство входной группой ограждения, то есть калитка и основная так называемая видовая входная группа. На заседании общественной муниципальной комиссии также был рассмотрен вопрос проведения рейтингового голосования среди колпашевцев. Оно стартовало 15 марта. В рамках онлайн-опроса жители могут выбрать дизайн-проекты будущего благоустройства двух территорий – стадиона городского молодежного центра по улице Кирова и сквера с детской игровой и спортивной площадкой «Маяк» по улице Гоголя. Работы по этим объектам будут выполнены в 2025 году. Принять участие в голосовании можно лицам старше 14 лет. Для выбора дизайн-проектов территорий существует три способа – онлайн-сервис на единой платформе загородсреда.ру через личный аккаунт портала госуслуги, а также при помощи волонтёров, которые работают на улицах города. Основные точки расположения волонтёров – это городской молодёжный центр по улице Кирова, 43, территория у магазина «Пятёрочка» на Ленина, 48, дробь 1, а также на площади между магазинами «Мария, Ра» и «Магнит» на улице Кирова. Узнать добровольцев можно по специальной форме, рассказал Андрей Чуков. Отличительная особенность, как и прежде, наши волонтёры будут находиться, будут осуществлять свою работу с обязательным бейджем волонтёр Томской области и в специальной логотипной форме волонтёр символик. Наш муниципалитет в рамках рейтингового голосования должен набрать около 7,5 тысяч голосов. Такой минимальный порог для участия объектов благоустройства в федеральной программе был определён для района Министерством строительства. Жители могут выбрать один из двух дизайн-проектов по каждой из заявленных территорий. Победителями станут два проекта из четырёх представленных. Андрей Чуков рассказал участникам заседания о предлагаемых дизайнах по каждому из объектов. Второй этап будет в микрорайоне Матьянга сверхдетской площадки «Маяк». Здесь концептуально и дизайнерски всё уже определено. Гражданам предоставляется на выбор возможность принять или изменить варианты малых архитектурных форм. В данном случае предлагается на выбор элементы освещения. Столбов освещения, на стадионе ограждения. То есть тот элемент, который мы планируем следующим этапом благоустроить. Подробнее о текущей ситуации с объектами благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» рассказал глава городского поселения Алексей Щукин. В этом году однозначно планируем завершить сквер в НГСС. То есть стопроцентная готовность, сдача, открытие, всё как положено, презентация жителям микрорайона. То, что касается городского молодёжного центра, так называемого Меховского стадиона, в этом году мы его не закончим. Поэтому мы включаем продолжение работ, формат продолжения работ в рейтинговое голосование на следующий год. Что будем там доделывать, в каком виде. Ну и, как было сказано на комиссии, значит, сквер под названием «Маяк» на территории Матьянга между 4-й школой и амбулаторией. В этом году мы проводим первый этап работ, связанных с водоотведением, планировкой, корчевкой, кранированием деревьев. И спрашиваем наших горожан о том, чем наполнять этот объект. Будем в следующем, в 2025 году. В этом году цифра минимального порога количества голосов, которые будут отданы за дизайн проекта для Колпашевского района, увеличилась на одну тысячу. А эта цифра влияет напрямую на то, получим мы должный объём финансирования или нет. Если мы активны, если нам это интересно, соответственно, объём финансирования будет сохраняться. Если мы пассивны и нам это неинтересно, есть угроза того, что мы денег на продолжение реализации проектов не получим. Глава городского поселения призывает жителей активно принять участие в голосовании, как онлайн, так и при помощи волонтёров, чтобы обеспечить участие нашего муниципалитета в федеральной программе по благоустройству общественных территорий. Оно продлится по 30 апреля.